Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. 5502 квадратных метра. Столько дорожного полотна отремонтируют в этом году в Сочи. Эффективность распределения бюджетных средств обсудили сегодня чиновники с общественностью. ЕГЭ по-взрослому родители сочинских школьников сегодня сдали единый государственный экзамен. Тест по русскому и математике отважились написать около полусотни мам и пап. Снегурочка с австрийским акцентом. Хайнс Хаунелд, концертмейстер оркестра Брукнерхауса, приехал в Сочи, чтобы исполнить Чайковского, а заодно провел мастер-класс для симфонического оркестра. Филигранное выступление гимнасток и волевой выход дзюдоисток на ковер привели сочинских спортсменок к высоким результатам на международных и региональных турнирах. Впереди мировые гран-при. Сегодня планерное совещание главы города прошло в расширенном формате. С участием общественности обсуждали наиболее важные вопросы социальной сферы. Раз в три месяца глава города Анатолий Пахомов проводит расширенное совещание, чтобы со всей общественностью обсудить эффективность распределения бюджетных средств. В этом году началось строительство пяти школ. Только на ремонт школы на Макаренко выделено 150 миллионов рублей и 200 миллионов необходимы на новое оборудование. Также будут построены детские дошкольные учреждения. 15 марта сдадут в эксплуатацию новый детский сад на Мацисте. Это будет первый наш детский сад в этом году. Напомню, что в прошлом году мы три детских дошкольных учреждения построили. Также мы планируем в этом году, мы не планируем, мы начали строительство детского сада в Хосте самой, в центре Хосты. И планируем в этом году его закончить. И мы планируем еще три детских дошкольных учреждения строить. В этом году начать. Это Ясли. Продолжится в этом году благоустройство общественных и придомовых территорий. Главы районов отчитались, где конкретно начнутся с 1 марта работы по программе «Комфортная среда». Например, в центральном районе мини-сквер запланирован в районе 23-го дома по улице Альпийская. Ну а глава города требует посоветоваться с жителями завокзального района, чтобы они сами определились, где им необходимо место для отдыха. Также глава города рекомендует управлению автомобильных дорог советоваться с сочинцами, какие дороги нуждаются в первую очередь в ремонте. В этом году будут отремонтированы транспортные магистрали во всех четырех районах города. Мы обследовали совместно с главами районов именно в части объектов турпоказа, социально значимых объектов, объектов к общеобразовательным учреждениям, местам захоронения. По результатам проделанной работы выявлены объемы необходимого ремонта. Общий объем – более 5,5 тысяч квадратных метров. Больше всего требуется ремонт дорогам в Лазаревском районе. Сочи попал в федеральную программу «Безопасные дороги» и выделено на ремонт сочинских дорог более 800 миллионов рублей. Мы бы хотели, чтобы максимально те деньги, которые мы направляли на благоустройство, на дороги, на капитальный ремонт, чтобы они распределялись самими жителями и направлялись в первую очередь туда, где нужнее, где сегодня тоньше. Также к активному летнему сезону дорожники нанесут и где надо обновят дорожную разметку. А еще начинается работа по приведению города к единому архитектурному облику, так, как это было в период подготовки города к зимним Олимпийским играм. Прошло время и многие здания, строения, сооружения, а также городские территории требуют обновления. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. ЕГЭ по-взрослому. Родители сочинских школьников сегодня сдали единый госэкзамен. Это ежегодная всероссийская акция. Сегодня в стране единый день сдачи ЕГЭ родителями. Тест по русскому и математике отважились написать около полусотни мам и пап. За ходом тестирования наблюдала наша съемочная группа. Родителей сочинских школьников сегодня принимали в 8-й гимназии. Именно эту школу выбрали пунктом для проведения ЕГЭ для мам и пап. Акция всероссийская ежегодная. В Сочи родители примеряют роль выпускников уже третий год подряд. Небольшой инструктаж и линейка перед экзаменом. Все, как у детей во время ЕГЭ. Да и сам пункт оборудован в строгом соответствии. Все требования по проведению экзамена выдержаны. Подготовлены аудитория. Распечатка будет кимов осуществляться непосредственно в аудитории. Назначены организаторы, руководитель пункта. То есть вся процедура будет аналогична настоящему ЕГЭ. Ирина Лукашева и сама села за парту вместе с полусотней мам и пап. За итоги экзамена нисколько не волнуется. По специальности она филолог. А вообще родители сегодня смогли сдать по выбору русский язык или математику. Главная цель такого добровольного тестирования не показать высокие баллы, а возможность познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ изнутри. Уникальным шансом воспользовалась и Ольга Филатова. Призналась, волнуется. К экзамену готовилась накануне вместе с дочерью. Волнение, конечно, есть. Все реально. Я наблюдательна была в прошлом году на ЕГЭ. Поэтому я немножко со стороны наблюдала. Теперь сама немножко побуду в этой атмосфере. Мы все знаем, что для детей это очень сложный процесс. Они все волнуются, нервничают. Хочется их как-то успокоить. Тесты родители писали в упрощенной версии. На ответы всего 30 минут. Для сравнения, экзамен школьников в зависимости от предмета длится до 4 часов. Результаты ЕГЭ взрослые узнают уже завтра. Как показывает практика прошлых лет, родители с заданием справляются. Преодолевают порог успешности. В Сочи завоют тревожные сирены. 27 февраля на курорте будет проведена проверка системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Проверка планируется с 10 до 12 часов. Отмечу, звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «внимание всем». По этому сигналу необходимо включить теле- и радиоприемники и прослушать специальное сообщение. И продолжаем. В праздничные дни марта РЖД пустит дополнительные поезда на юг. Они свяжут Адлер, Москву и Ростов. Они будут курсировать по направлениям Ростов-Адлер, Кисловодск и Мересинский курорт и Адлер-Москва. Дата и время отправления дополнительных поездов вы видите сейчас на экране. Билеты на них уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте РЖД и с помощью официального мобильного приложения. Минстрой разработал похоронный закон. А именно к 1 апреля ведомство внесет в правительство проект закона о похоронном деле, устраняющий недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг. Законопроект вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также систему контроля за специализированными службами. В Кодексе России об административных правонарушениях появится новая статья. Наказание предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения организации похорон лицами, с которыми не заключено соответствующее соглашение. Сегодня в похоронном деле много вопиющих нарушений. Ритуальные агенты атакуют родственников звонками с предложениями похоронить дешево еще до того, как человек умер, не выдают тела из моргов, продают участки на кладбищах втридорога. Также будут наказывать за передачу сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам. По словам вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев Владимира Родькина, срок предоставления документов в Госдуму назначен на сентябрь. До этого он должен пройти межведомственное согласование, пишет российская газета. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 27 февраля в Сочи облачно дождь. Температура воздуха ночью плюс 4,6, днем плюс 5, плюс 7 градусов выше нуля. Первая скрипка ведущего оркестра Австрии выступит в составе Сочинского симфонического оркестра. Сегодня же известный австрийский скрипач провел для местных музыкантов мастер-класс. Профессор Хайнц Хаунаут, австрийский скрипач, который являлся первой скрипкой Венского камерного оркестра, а сейчас один из концертмейстеров знаменитого оркестра Брукнерхауса и оперного театра Линца, сегодня провел мастер-класс и репетицию с Сочинским симфоническим оркестром. 1 марта Хаунаут выступит в Зимнем театре. Известный музыкант примет участие в исполнении музыки Чайковского к весенней сказке Островского «Снегурочка». Я впервые играю в данное произведение Чайковского. У нас знают много других сочинений Петра Ильича, а это для меня новое. Но мне нравится «Снегурочка». Она полна красок и очень мелодична. Вообще, российские оркестры очень популярны в Австрии. Питерские, московские. Я не знал, что такой большой оркестр есть и в Сочи. Я очень удивлен. Здесь много молодых музыкантов, много женщин. Очень здорово с ними играть. Это будет очень хороший концерт. Хайнц Хаунаут приехал в Сочи по приглашению художественного руководителя Сочинского симфонического оркестра и дирижера. Антон Лупченко принял решение систематически приглашать концертмейстеров разных ведущих оркестров и России, и мира, чтобы сочинские музыканты здесь же, на рабочем месте, повышали свою квалификацию. В этот раз мы пригласили Хайнца из Европы для того, чтобы поделился с нашими музыкантами навыками европейского звукоизвлечения, европейской манеры. Потому что он все-таки длительное время работал в Ленском камерном оркестре. Хотя сейчас работает в оркестре Бруклорнхауса в Ленце. Кроме того, он известный профессор, педагог, он ректор Бруклорнского университета. И я убежден, что вот такое сотрудничество, оно безусловно даст новый творческий импульс нашему оркестру. Исполнение «Снегурочки» на сцене Зимнего театра станет седьмым концертом цикла программ русской музыки, которым сочинский симфонический оркестр во главе с Антоном Лупченко дал старт в прошлом году. Дирижер убежден, первый день весны как нельзя лучше подходит для того, чтобы представить этот шедевр сочинцам. К тому же, ранее эта музыка в Сочи целиком никогда не исполнялась, как и многое из того, что сейчас играет оркестр на сцене Зимнего театра. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские гимнастки в составе сборной края стали чемпионками ЮФО в командном зачете. Кроме того, наши спортсменки стали победителями и призерами чемпионата региона по художественной гимнастике. Благодаря этим высоким результатам сочинки получили право выступать на главном российском старте года. Все подробности в нашем сюжете. На этих кадрах любительской съемки Анастасия Епимахова. Гимнастка выступает на чемпионате Южного федерального округа. А эта Анастасия Запашная выполняет упражнения с мячом на том же турнире. Филигранное исполнение элементов в жюри оценила высоко. Сочинки в составе сборной Краснодарского края заняли первое место в командных соревнованиях зонального турнира. Все выступили достаточно хорошо. Где-то кто-то что-то не сделал, но так как результаты все суммировались, мы все-таки смогли обыграть другие команды. Следующий серьезный шаг спортсменки – подготовка к чемпионату России. В главный турнир страны Запашной удалось пробиться впервые. Впереди несколько месяцев серьезной подготовки. А Анастасия Епимахова на предстоящем чемпионате страны будет выступать в звании чемпионки Краснодарского края. Титул она завоевала в столице региона две недели назад. На чемпионат России она попадает уже во второй раз. Свой прошлогодний дебют называет «Пробой пера». Ну, можно сказать, это был мой пробный чемпионат. Выступила я не совсем удачно, но впервые почувствовала себя на таком уровне. Сейчас уже стремимся выступать красиво, четко и на результат. Конечно, мы именно к этому и шли. Это главный старт сезона. Анастасия Епимахова уже выступала на чемпионате России в том году. Хотим в этом году улучшить наши показатели, попасть в финалы, выполнить норматив мастера спорта. Будем стараться, будем готовиться. У нас еще есть время. Кстати, на чемпионат России, который пройдет в июле в Москве, от Сочи поедут сразу четыре спортсменки. Это первый раз четыре сочинские гимнастки из девяти возможных зашли на чемпионат России. Показали такой результат, что они будут участвовать. Как-то неожиданно, ну, может, закономерно, потому что много сильных гимнасток. Растет и все выше и выше. И еще о результатах прошедших турниров, в которых отличились сочинки. Тренеров порадовала Диана Невзорова, завоевав бронзу краевого чемпионата. А Ирина Аненкова выиграла чемпионат Южного федерального округа. Сегодня она входит в состав сборной России и сейчас готовится к гран-при по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в Испании уже в начале марта. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну, а сочинка Кристина Корикян завоевала бронзу международного турнира по самбо в Минске на призы президента Республики Беларусь. Два дня в Минском дворце спорта проходил традиционный уже 23-й по счету международный турнир категории А на призы президента Республики Беларусь. Состязания получили статус отборочных и тестовых в преддверии вторых европейских игр, которые пройдут в июне этого года, что придало турниру дополнительную значимость. В нем приняло участие около 300 атлетов из 20 стран. На торжественном мероприятии также присутствовали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и руководитель Европейской федерации Сергей Елисеев. В весовой категории до 56 килограммов бронзу престижного турнира завоевала сочинка Кристина Корикян, мастер спорта международного класса по самбо. Уступив чемпионке турнира Даниэле Парайняну из Румынии, Кристина уверенно победила болевым приемом на руку в схватке за бронзу Тену Сикич из Хорватии. Напомню, Кристина Корикян, член сборной команды России по самбо, неоднократный победитель и призер всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо, серебряный призер Кубка мира и обладатель Кубка России по самбо. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах новости Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok